Добрый день всем! Рады вас приветствовать опять на нашем канале. Сегодня был очень интересный случай нашей практики. Нам шла девочка и жаловалась на почку. Но, как таковой жалобы на почку обоснованной не было, потому что у нее просто болела спина где-то в районе поясницы, в этом месте. После небольшого опроса и тестирования, после опроса мы выявили, что ее специфический паттерн работы, она стилист. И, в общем, очень часто, очень часто она работает правой рукой и ножницами. Поэтому наше видео называется так, как называется. И мы расскажем сегодня, как можно помочь самому себе, если вы, первое, стрижете людей, если ваш паттерн профессиональный, ваша постоянная поза подразумевает вот это, когда сокращена рука в районе пальцев, постоянно сокращена дельтовидная мышца, когда вы поднимаете плечок шеи. И таких профессий не так уж много насчитывается, но, первое, это у нас парикмахеры, стилисты, возможно, визажисты, те, кто занимается маникюром. Еще не менее распространенные – это программисты, те, кто занимается созданием программ, и те, кто очень-очень много посвящает своего времени играм на компьютере. А также есть очень важная профессия в наше время современное – это пилоты, потому что штурвал они держат все время так вот. И есть определенное психологическое раздражение, когда можно застыть в этом паттерне. Первое, что нужно сделать? Ну, первое, нужно понять, от чего ваша боль. Если вы работаете вот таким вот образом, то когда вы берете ножницы, мышку, имитацию штурвала, у вас начинает там болеть, там, где вы жалуетесь, сильнее. Это связано с тем, что включаются кинематические цепи. Кинематические цепи – это цепи, состоящие из мышечно-сухожильных сопряжений в определенном порядке. То есть они могут быть вообще хаотичны, как в нервной системе захотелось. Допустим, у той девушки, которая была у нас сегодня, мы нашли такой паттерн. Кирилл имитирует нашего стилиста. Не так, да? То есть вот так, да? Ну, так не заворачивать. Избыточное сокращение мышц сгибателей запястья, сокращение мышц, приводящих пальцы, сокращение бицепса плеча, сокращение дельтовидной мышцы. Но еще очень часто они стоят стоя, и у них очень сильно напрягается шея вот с этой стороны. Лестничные мышцы и клювоплечевая мышца. Все эти условия создают пережатие лучевого и локтевого нервов. Это первая опасность, которая подстерегает. Второе. Кинематическая цепь у каждого человека может сложиться абсолютно своя. То есть те мышцы, которые включила нервная система в это движение, могут быть у всех разные. У девушки мы нашли то, что вот первым, кто запускает проблему, является именно мышца, приводящая большой палец. То есть как только она берет ножницы, у нее запускается та кинематическая цепь, которую создавала нервная система. Она проходила следующим образом. По линии руки бицепса до плечевого сустава и спускалась вниз до тазового дна, переходя через тазовое дно, поднималась вверх по своей же стороне. Нет, соврал. Переходила на противоположную сторону налево, поднималась вдоль спины. То есть переходила вот на эту сторону. И заканчивалась на височной мышце. И очень интересная особенность, когда она брала ножницы и открывала рот, у нее рот начинал смещаться в сторону сокращения большого пальца. То есть примерно так. Попробуйте у себя проследить, если вы занимаетесь подобного рода деятельностью, проследить это. Попробуйте подойти к зеркалу, взять вот так вот ваши ножницы или мышку и попробовать открыть рот. Вероятнее всего, такого не будет, но может быть, что рот начнет открываться косо. Тогда вы берете, убираете свой инструмент, разминаете вот это место. Это называется карпальный туннель. Здесь проходит нерв. Его разминаете. Растягиваете руку вот таким образом и пытаетесь открыть рот. И рот будет открываться более ровно. Это значит, что в ваше движение включена большая группа мышц, и в том числе мышцы височно-нижнечелюстного сустава. Боль, которая возникала у моей клиентки, была с правой стороны. То есть она инициировала ее как боль в почке, потому что боль возникала вот здесь. Но на самом деле это квадратная мышца поясницы. Она болела из-за постоянной перегрузки. Когда человек стоит так, пусть это будет парикмахер, чаще всего они стоят неровно. То есть их спина изогнута вот таким вот образом. И напрягается та мышца, которая сокращена. Соответственно, что мы сделали? Мы пропальпировали эту часть. Ей было больно. Мы взяли, растянули ей запястье, отмассировали эту зону, отмассировали эту зону, и попробовали создать тоже раздражение. И боль исчезла. Это говорит о том, что ее постоянное действие в ее жизни, в ее работе ее травмирует. И ей нужно каждый день, если она будет этим заниматься, после работы переобучать свою руку в другое действие. В общем-то, чем мы сегодня и займемся. Это упражнение связано с растяжением вот этой части. Когда люди учатся своему профессиональному ремеслу, они пытаются движение довести до автоматизма. И вот эти мышцы, в данном случае, о котором мы рассказываем, они сокращаются. Потом они начинают болеть после работы, а после того, как человек поработал некоторое время, перестают болеть. Вот здесь возникает спаечный процесс между волокнами. Само упражнение очень простое. Это массажные движения, но определенного характера. Человек сгибает руку. Если вы сами сгибаете руку, и у вас есть только вы, вот мышечный ряд. Задавливаете его большим указательным пальцем и растягиваете. Переставляете. Не разрешите. Я сам буду это делать. Переставляете, придавливаете, опять сокращаете и растягиваете. Сокращаете, растягиваете, сокращаете, растягиваете. И таким образом вот всю вот эту часть. Далее вам нужно переобучить себя на новый двигательный акт, чтобы вот это сформировавшееся движение, которое у вас есть, перешло в движение растягивающей мышцы. То есть включало другую группу мышц. А на следующее. Так как у вас паттерн вот такой, а вы сделаете так, пожалуйста, Кирилл. Медленно, медленно нужно разогнуть пальцы, запястье, локтевой сустав, смотрите, прям, плечевой сустав, вывести назад, открыть рот. Это аналогично тому упражнению, которое есть у нас в плейлисте «Рефлекторная гимнастика». Называется упражнение «Оральный автоматизм» за исключением особенностей открывания рта. Кому интересно, можете посмотреть, подсказочку мы оставим вверху. Далее. Рот остается открытым. Медленно, медленно сгибаете пальцы. Запястье. В локтевом суставе. Рот остается открытый. Закрывайте. Расслабились. Опять сделали движение на растягивание мышц. Стоп. Согните. Придавите. Растяните. Согните. Придавите. Сильно-сильно. Растяните. Если у вас есть помощник, он вам должен помочь. У вас группа парикмахеров. Вы собрались на обед. И каждый друг к другу делает подобного рода массаж. Сдавливаем двумя пальцами. Сильно. Разгибайте. Это будет больно. Сразу вам говорю, это будет больно. Согнали. Придавили. Таким образом, весь этот ряд. Надеюсь, упражнение для вас было интересным, полезным. Попробуйте сделать его сами. Если у вас есть какие-то болевые синдромы, искривление осанки, поднятое плечо, постоянно болит шея, проследите свое состояние после этого упражнения. В 90% случаев людям, которые связаны с этим движением рабочим, постоянным, это помогает. Если вам не помогло, скорее всего, проблема есть еще в чем-то другом. Спасибо за внимание. Переходите по подсказкам на другие упражнения. Нажимайте на конечные заставки, чтобы перейти. Ну и, конечно же, призываю вас с действием, подписаться на колокольчик, нажать на колокольчик, чтобы он вам звенел, когда у нас выходит новое видео. Будем рады встрече. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще разобрать. Мы выполним все, что в наших силах. Пока.